Октябрь уж наступил, уж роща отрехает последние листы с ногих своих ветвей. Дохнул осенний хлад, дорога промерзает, журча еще бежит за мельницу ручей, но пруд уже застыл. Сосед мой поспешает в отъезжие поля с охотою своей, и страж ждут озими от бешеной забавы, и будет лай собак уснувшие дубравы. Теперь моя пора, я не люблю весны, скучна мне оттепель, вонь, грязь, весной я болен, кровь бродит, чувства ум тоскою пленены, суровую зимой я более доволен, люблю ее снега. В присутствии луны, как легкий бег саней с подругой, быстр и волен, когда под соболем согрета и свежа, она вам руку жмет, пылая и дрожа. Как весело, обув железом острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек. О зимних праздниках блестящие тревоги. Но надо знать и честь. Полгода снег да снег, ведь это, наконец, и жителю берлоги медведю надоест. Нельзя же целый век кататься нам в санях с армидами молодыми. Или киснуть у печей за стеклами двойными. Ох, лето красное, любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи. Ты все душевные способности губя нас мучишь. Как поля мы страждем от засухи. Лишь как бы напоить да освежить себя, иной в нас мысли нет. И жаль зимы старухи. И проводив ее блинами и вином, поминки ей творим мороженым и льдом. Дни поздней осени бронят обыкновенно. Но мне она мила, читатель дорогой, красою тихою, блистающей смиренно. Так нелюбимое дитя в семье родной к себе меня влечет. Сказать вам откровенно, из годовых времен я рад лишь ей одной. В ней много доброго. Любовник не тщеславный, я нечто в ней нашел мечтою своенравной. Как это объяснить? Мне нравится она, как, вероятно, вам чахоточная дева порой нравится. На смерть осуждена, бедняжка клонится без ропота, без гнева. Улыбка на устах увянувших видна. Могильной пропасти она не слышит, зева. Играет на лице еще багровый цвет. Она жива еще сегодня, завтра нет. Унылая пора, отчей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышная природа увядания. В багрецы в золото одетые леса, в их сенях ветра шум и свежее дыхание. И мглой волнистую покрыты небеса. И редкий солнца луч, и первые морозы, и отдаленные седой зимы угрозы. И с каждой осенью я расцветаю вновь. Здоровью моему полезен русский холод. К привычкам бытия вновь чувствую любовь. Чередой слетает сон. Чередой находит голод. Легко и радостно играет в сердце кровь. Желания кипят. Я снова счастлив, молод. И снова жизни полна. Таков мой организм. Извольте мне простить, ненужный прозаизм. Ведут ко мне коня. В раздоле открытом, махая гривую, он всадника несет. И звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день. И в камельке забытом огонь опять горит. То яркий свет льет, тот леет медленно. А я пред ним читаю, и льду мы долгие в душе моей питаю. И забываю мир, и в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением. Трепещет и звучит, и ищет, как во сне. И злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей. Знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отфаге. И рифмы легкие навстречу им бегут. И пальцы просятся к перу. Пирог бумаги. Минута. И стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз. И паруса надулись ветра полны. Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?